Всем здрасте, меня зовут Дима и я вам сегодня опять на этом канале буду рассказывать про Xiaomi Mi 11. Здесь на Ferrum Live вышло видео с первыми впечатлениями от этого смартфона. На канале Ferrum.com сегодня, в день, когда я это видео снимаю, вышел обзор. Я рекомендую либо сейчас видео на паузу поставить и обзор посмотреть, либо после просмотра этого видео посмотреть обзор. Там есть очень много деталей по этому аппарату, на которых я не буду останавливаться специально. И в принципе я в обзоре рассказал всю ту информацию, которую я про этот смартфон рассказать хотел. Некоторые я вещи оставил за рамками, так скажем, этого обзора, потому что он получился довольно большим. 18 минут, если я ничего не путаю там по длительности. И если бы я вот про каждую реально мелочь там рассказывал, получилось бы на полчаса, если не больше. Ну вот, некоторые вещи мне показались очевидными. Про некоторые я не рассказал просто потому, что не посчитал их очень важными. Но в любом случае, ко всему этому мы сегодня в этом видео вернемся. Обязательно, потому что я буду немного дополнять обзор. Есть некоторые вещи, о которых я хотел бы рассказать. И я в основном в этом видео буду отвечать на вопросы зрителей, на комментарии из-под видео с первыми впечатлениями от Xiaomi Mi 11. Поехали! Для тех, кому очень сильно лень смотреть обзор, я вкратце расскажу, что я думаю про этот смартфон. Это не супер флагманское устройство, потому что когда я писал сценарий, еще не было точно известно, сколько еще телефонов будет в линейке Mi 11, какими они будут и так далее. Уже как бы их показали. Мы знаем, что есть Mi 11 Pro, который будет в Китае, и есть Mi 11 Ultra, который является убер-флагманским аппаратом от Xiaomi. Вот, и это самое лучшее, что у них есть. Mi 11 это, по сути, как бы субфлагман. Но при этом он дает, как мне кажется, все то, что людям действительно от флагманского смартфона нужно практически всем. И при этом в нем нету лишней лабуды, которая нужна там энтузиастам, тем людям, которые хотят получать все максимум от жизни, которые гонятся за вот этими самыми топовыми технологиями, в общем, для гиков. Вот этого здесь нет. Все то, что нужно людям более-менее обычным, здесь есть. Те, кто обзор смотрели, они, в принципе, знают, что я его начал именно с этих же слов или с очень похожих слов. Но сейчас мне бы хотелось просто эту мысль чуть-чуть развить, потому что она, в принципе, очень кратко описывает этот аппарат в целом. О чем я говорил и что я подразумевал под этими словами в обзоре и сейчас. Например, здесь у нас есть экран внезапно, как и в любом другом современном смартфоне, но это не просто экран, это очень хороший экран. Здесь QHD плюс разрешение, 120 герцовая развертка, про которую я там вскользь сказал, по-моему, но сильно эту тему не разжевывал. Помимо того, здесь у нас максимальная яркость 1500 нит при просмотре HDR контента. Это реально ощущается. Телефон, в отличие от, например, моего OnePlus 8 Pro, отлично читается на экран телефона. На солнце с этим нету никаких проблем. У него на минимальной яркости нормально работает DC Dimming, то есть там нету мерцания на самой низкой яркости, например. И очень мало грязи на экране. Я в обзоре, кстати, показывал фотку на минимальной яркости этого экрана и экрана OnePlus 8 Pro. На OnePlus'е картинка хуже, но при этом у него выше максимальная яркость. Там мне приходилось выставить 13% для того, чтобы экран выглядел так же, как и вот этот, и для камеры, и для глаз. То есть там минимальный порог ниже. В этом плане этот дисплей не очень шикарен, но это единственное, наверное, за что я к нему могу придраться. Во всем остальном, это тупо офигительный просто AMOLED-экран. В основном, зачастую, когда мы говорим про не самые топовые смартфоны, то сейчас обычно речь идет про Full HD AMOLED с некоторыми там стеснениями, с некоторыми ужимками, которыми производители пытаются заставить людей более требовательных купить самый дорогой продукт. Здесь этого недостатка нет. То есть здесь реально офигительный экран, и это классно. Основная камера в этом телефоне очень хорошая. У него матовое стекло сзади, не пластик, а стекло, матовое стекло, как принято, в общем-то, делать в дорогих телефонах. Он отлично лежит в руке, он приятно в этой руке ощущается. У него сканер пальца под экраном, а не в кнопке питания, например, чем тоже можно было бы как бы намекнуть покупателю. Ну, чувак, ну это не самое лучшее же ты можешь купить и так далее. У него топовый процессор, который хорошо работает, вот в этом плане они потрудились, у него с оптимизацией производительности и с тем, как он троттлит, и с тем, как он воспринимает нагрузку, все очень хорошо, потому что телефон не закипает, он не перегревается, он сбрасывает процессорную мощь. Да, это правда, но тем не менее в играх это не так сильно ощущается, как во многих других телефонах. Например, как в Galaxy S21 Ultra, например, как в OnePlus 8 Pro и многих других, в общем-то, смартфонах. Здесь этой проблемы нет. И, в принципе, в этом телефоне очень многие вещи, они сделаны на действительно высоком уровне, то есть есть те же стереоспикеры, могли бы в этом плане как-то сэкономить, что-то там срезать. Фронтальная камера очень хорошая, опять-таки, могли сделать хуже, но не сделали. И поэтому по ряду основных критериев оценки качества, которыми руководствуются, как мне кажется, люди при выборе смартфона, это самый настоящий флагман, без каких-то особых компромиссов. Но на самом-то деле, если копнуть гораздо глубже, они, естественно, тоже есть. Например, в этом телефоне нет влагозащиты. Какого черта ее тут нет? Вот я не понимаю, в Redmi Note 10 Pro есть хотя бы IP53. Тут вообще же нихрена не заявлено. Ну как это так можно было сделать? Помимо того, например, мне в этом телефоне не очень нравится то, что USB-порт подключен к шине USB 2.0, не 3.0. С него файлы скидывать, ну не то чтобы очень долго, но долго. И телефон снимает 8К видео, и оно весит дохренище. Я вам сейчас, даже чтобы не быть голословным, скажу, сколько именно эти ролики в памяти занимают. Так, подробности. Вот, пожалуйста, 6 минут, 600 мегабайт. То есть, это дофига. Если вы видео снимаете много, то вы реально его по шнурку будете сливать долго. Если вы там поехали в какие-то, я не знаю, в Египет, в Эмираты, снимали там просто хренову гору разных роликов. Если вы хотите их скинуть на комп, чтобы людям показать на большом экране, или там, я не знаю, в архив себе сохранить, вы очень долго будете ждать. Также в обзоре я не сказал об одном моменте. В телефоне есть Always On Display. По-моему, я еще в видео про первые впечатления про это говорил. Но вот если мы закрываем датчики, да, приближение, освещение и так далее, и мы сейчас даже вот подождем специально. Ну, в общем, Always On Display не пропадет. Он будет подсвечиваться. С одной стороны, это говорит, что он действительно Always On, а не как на разных некоторых трубках подсвечивается, когда ты телефон в руки берешь. Это не совсем то же самое. Но здесь, короче, яркость сильно упала, потому что датчик освещения сработал. Но я уповаю на то, что вам видно, что картинка отображается. Она не исчезла. Вот. То есть автояркость при рабочем Always Zone есть, но отключения его, когда вы телефон в карман бросаете, его нет. То есть он все равно будет поджирать батарейку. Например, на OnePlus это реализовано. Это, я считаю, довольно грамотная штука, и она должна быть во всех телефонах. Я на самом-то деле был очень сильно удивлен, что в такой мудрёной и наполненной твиками разными настройками прошивки, как MIUI, нету такой вот банальной вещи. Но, тем не менее, ее нет. Из хорошего также мне хотелось бы отметить, что здесь, опять-таки, это касательно того, что этот телефон дарит флагманский экспириенс, при этом не будучи убер-флагманом. Здесь вибражка очень хорошая, то есть это не просто вибромотор, это вот этот вот Haptic Engine, то есть телефон, он приятно вибрирует, он имеет приятную тактильную связь. Мощность вибрации, она высокая, и в многих разных пунктах настроек, там меню и так далее, вы получаете тактильный отклик при взаимодействии со смартфоном, и это всегда приятно. И это всегда, как бы, где-то там, на подсознательном уровне, говорит тебе, что это не самый дешевый телефон, потому что в бюджетных трубках вибрации ты ощущаешь, когда тебе кто-то звонит или приходит уведомление, и всё. И она самая обычная, тривиальная. Здесь вот она флагманская. Поэтому я считаю, что Mi 11 это один из тех телефонов, где ты реально платишь не сильно конские деньги, но при этом получаешь всё то, что от флагмана, как мне кажется, хотят получить большая часть людей, и при этом не переплачиваешь за лишние камеры. Для примера, здесь нету телефотомодуля, то есть нету камеры, которая снимается оптическим приближением. И, во-первых, я трезво понимаю, что многим людям она, в принципе, нафиг не нужна. Некоторым другим людям она нужна постольку-поскольку, и реально ей пользуются какие-то фотоэнтузиасты, которым вот действительно нужен этот телевик для того, чтобы что-то на смартфон снимать, находясь очень далеко от этого объекта, или там не мучать себя оптическими искажениями, бочкой, не кропая при этом кадры, и ля-ля, и тополя. По факту, для тех людей, которым телевик не нужен, его здесь нет, уже вуаля, для тех, кому он нужен постольку-поскольку, в этом телефоне зум-фотки делаются путём кропа основного модуля. Ну, то есть здесь 108 мегапикселей основная камера, и программно обрезается маленький кусочек этого кадра, и ты этот кусочек кадра, в общем-то, и снимаешь. В принципе, учитывая то, что в не сильно дорогих смартфонах телевики, они зачастую, ну, около дно, потому что там либо совсем нет оптической стабилизации, либо она просто слабая, и там тёмное очень стекло, и поэтому снимать на них реально можно только в очень хорошем освещении. Вот есть один телефон, который я могу назвать лютым исключением просто из правил, это Galaxy S21 Ultra. Тут стабилизация в телевиках настолько офигенная, что ночью на них можно снимать всё. Ни о других таких телефонов больше не знаю. Обычно, когда солнышко садится и становится темно, телевик уже начинает потихоньку сливать, потому что повышается ISO и так далее. Так вот, к чему это я всё? С таким же успехом при хорошем освещении, в принципе, кропы со 108-мегапиксельных модулей, которые под видом телефотоснимка фоткают вот этот вот телефон, они тоже выглядят вполне себе прилично. И поэтому части тех людей, которым телевик нужен, этот телефон тоже подходит. Но при этом лишней камеры, за которую вы бы заплатили лишние деньги, здесь в этом телефоне нет. Вот единственное, о чём мне в нём хотелось бы увидеть, это влагозащиту. Как у него с датчиком приближения? Я никаких проблем в этом плане с этим смартфоном не заметил, он работает абсолютно адекватно. Не забудь сказать, как включить живые обои. И в этом телефоне, кстати, есть одна функция работы, которую вы сейчас увидите. Это запись экрана, которую я сейчас запустил. Я вам покажу, как, в общем-то, включить на этом телефоне живые обои. Заходим в меню, обои. Если мы хотим скачать, то нам нужна вот эта вот крутящаяся штучка, под которой написано Wallpapers. И мы здесь видим анимированные обои. Проблема этих анимированных обоев заключается в том, что они вот какие-то, ну, большая их часть, ну, на костылях. Ну, чётко видно, что это гифки, что у них есть точка стыка. И оно вот всё реально очень коряво. И в большей части случаев, если мы говорим про вот эти вот обои, если их действительно установить на экран смартфона и к ним присмотреться, то там видно, конечно, что цветов им не хватает. И вот, ну, ну, это гифки. Это те гифки, которые мы видим в Телеграме, в Дискорде. Дима, зачем ты вышел? Зачем ты открыл виджеты? Так вот, они не очень высококачественные. Но, тем не менее, если сильно хочется, можно их установить. После загрузки они появятся вот в этом меню. Мои живые обои. И можно здесь его посмотреть. Вот это, кстати, очень хороший пример. Здесь и дёргается картинка не очень сильно, она просто дёргается. И при этом не сильно бросается в глаза то, что это гифка, и не сильно бросается в глаза то, что не хватает цветов. Но, тем не менее, оно всё равно немножечко корявенькое. Есть супер обои. Может быть, это людей интересовало. И вот они уже действительно прикольные, потому что, ну, тут такая планетка крутится. Можно сделать, чтобы она более крупным планом крутилась. Ну, и можно включить, в общем-то, обои, которые есть в самой системе. Только здесь они как бы с 3D-эффектом, так скажем, будут. И поэтому кому-то, может быть, понравится. Ну, с землёй, в принципе, неплохо. Ночью оно всё более тёмное. Днём оно более светлое. То есть оно привязывается к времени суток. И это тоже, в принципе, приятно. Но многим ли это будет востребовано, я не уверен. Потому что я помню, Samsung когда-то сильно играли с этим. Там одуванчики были, с которых вот эти вот семена разлетаются, когда ты рабочие столы листаешь. Вроде как все уже начали потихоньку на это всё подзабивать. Но я понимаю, что производительность современных смартфонов, она позволяет играться в такие штуки. Но, откровенно говоря, я не вижу в этом большого смысла. Если честно. Особенно вот в такой реализации, как оно сделано в Xiaomi Mi 11. У Pixel, кстати, более-менее неплохие были шпалеры эти анимированные. Но... Славянском шкафу. Зачем ты засмеялся? Так вот, у Pixel, а там действительно были некоторые прикольные. Особенно, когда они появились впервые. Или у Huawei, по-моему, что-то подобное было. Там, где, допустим, какой-то мост. И по нему машинки там ездят и так далее. Вот это вот более-менее интересно. Здесь оно... Ну, такое. Я бы не сказал, что оно мне очень сильно в этом смартфоне понравилось. Расскажи, пожалуйста, подробно про опыт использования разговорным динамиком. Слышат ли тебя во время разговора люди рядом с тобой? Этот вопрос задавали, я не знаю, раз, наверное, 50. Там очень многих людей это интересовало. Поэтому, конечно же, я вам расскажу. Так вот. Если вы будете разговаривать на максимальной громкости в офисе, и возле вас реально рядом будут стоять люди, конечно, они уловят каждый звук, который доносится из вашего смартфона. Но проблема в том, что на таких аппаратах, как, например, Galaxy S21 Ultra, при разговоре на максимальной громкости, хоть там и нету отверстий на верхнем торце, всё равно, все, кто рядом с вами, они обязательно услышат, о чём вы говорите и с кем. Поэтому эти отверстия, они не создают большой проблемы. Если вы на адекватной громкости с человеком говорите, на той громкости, которая перекрикивает внешние шумы, но не слишком прям высокая для того, чтобы у вас там трещало всё в ухе, не будет у вас никаких проблем с тем, что ваши разговоры кто-то там будет подслушивать. Поверьте мне. Также интересует качество связи. Сотовый, Bluetooth, Wi-Fi и GPS. Хороший в этом плане телефон. Претензий у меня к нему абсолютно никаких нет. И Wi-Fi, и определение, в общем-то, по геолокации, и всё остальное с ним работает хорошо. У меня нету к нему в этом плане никаких претензий. Но, во всяком случае, мне показалось, что с ним всё просто зашибись. Наверное, это потому, что я ещё раз вам покажу. Вот этот вот телефон называется, он Galaxy S21 Ultra, он у меня в постоянном использовании. Так вот, он ловит связь тупо хреново. И Wi-Fi в нём не сильно мощный. В этом телефоне лучше. И сотовая связь, и Wi-Fi. И вот это вот я вам железно могу сказать, что в этом плане Mi 11 получше будет, чем Galaxy S21 Ultra. Забегая наперёд, скажем так, в рамках того, что сравнение это будет сниматься. Оно планируется. Покажи, пожалуйста, как на нём картинка при просмотре сериалов, и что по кодекам для Bluetooth и 5X и так далее. Так, картинка, как там при просмотре сериалов. В принципе, вы могли увидеть, как отображается YouTube в обзоре. Я, наверное, прямо сюда и прямо сейчас и вставлю, как проигрывание клипа выглядит на этом телефоне. А по кодекам я вам сейчас скажу, потому что я, в общем-то, всё проверил, изучил, скажем так, перед тем, как это видео снимать. Здесь у нас есть ну и ещё некоторая другая лабуда, но я не знаю, что это, поэтому я даже не буду это зачитывать. Ну и AAC есть. Короче говоря, из кодеков тут есть тупо всё. И да, самое главное, звуки с динамиками на всю, громкий или чистый, или стерео ли. Насколько актуально? Так, это уже другой вопрос пошёл, мы к нему вернёмся позже. Перед этим я вам включу любимый наш клип, который я лично не включал очень давно. Называется он Линдеман, Штей Ауф. Так. Ну, Google не подведи, точнее YouTube. Мы промотаем куда-то до середины, чтобы было что-то там вообще происходило, скажем так. Это не аудиосистема какая-то, но, в принципе, фильмы смотреть при помощи этой встроенной акустики можно спокойно. Звук чистый, в нём нет никакого хрипа, то есть производитель не пытался выжать совсем прям максимум из динамиков и не подаёт на эти динамики неадекватные какие-то токи, они не надрываются, в этом плане проблемы нет. И ещё раз я сейчас включу для демонстрации, насколько сильно отключается звук нижнего торцевого спикера и верхнего торцевого. Поехали. Как можно было заметить, когда я закрыл верхний спикер, звук, ну, практически по амплитуде не поменялся. Когда закрываешь нижний торцевой, то, в принципе, звучание очень сильно становится тише. Всё почему? Во-первых, полноценно закрыть верхний динамик очень сложно, просто потому, что у него есть ещё и тонкая щёлочка, через которую он играет и так далее. Это момент номер раз. А во-вторых, нижний спикер играет реально очень громко, верхний играет просто громко и поэтому, ну, естественно, его вклад, он не настолько велик. Но вот в плане стерео, что очень сильно ощущается в играх, конечно, то, что верхний спикер хотя бы относительно приличную, приемлемую громкость имеет на фоне нижнего, это действительно чувствуется, потому что стереоэффект здесь ощущается лучше, чем во многих других телефонах, где просто через разговорный динамик как бы пытается телефон создавать стереоэффект. Здесь вот это вот самое стерео, оно чувствуется лучше и, как я сказал в обзоре, ещё лучше можно получить только в том случае, если у вас конкретно есть стереоспикеры, которые конкретно на лицевой панели, как в некоторых игровых телефонах ещё можно увидеть. Насколько актуальна версия 128 гиг при такой камере? В принципе, очень даже актуальна, потому что фотография, снятая в стандартном режиме, на основную камеру весит 13 мегабайт, на сверхширик 10 мегабайт. То есть можете сами посчитать, сколько вам в теории хватит места на этом телефоне для фоток. Вы не будете снимать 108 мегапиксельные фотки на этот телефон. Я вам гарантирую, потому что вы сделаете это один раз, для теста сравните 108 мегапикселей и 27, и вы поймёте, что там не за что просто бороться. Потому что в этом телефоне очень сильный шумодов, такой же, как и на Samsung. И если на Samsung едва ли ощущается разница между 12 мегапикселями и 108 мегапикселями, то здесь разницы между 27 и 108 в принципе нет. Я зумил даже те фотки, на которых как бы могли бы быть какие-то текстуры, какие-то детали, которые при зуме видно, что они теряются при уменьшении количества точек. За счёт шумодава разницы этой нет. Ну, конечно, на SuperCrop, там где на 27 мегапикселей уже реально точки идут, но на 108 там просто непонятно что. Но вы же не будете так фотки зумить объективно, да? Ну и не будете этим заниматься. Поэтому снимать в полном разрешении на этот телефон вообще никакого толку нет. Только в стандартном режиме, когда 27 мегапикселей у нас фотки получаются с основного модуля. Ну и видео, как бы, оно тоже пишется не сильно размашистое, скажем так, по объёму. Сейчас я вам скажу более точно. 8 минут. 4К 30 FPS у нас весит 439 мегабайт. Ну, то есть на самом-то деле не так уж и много. Поэтому вам 128 гигабайт хватит очень на дофига. Почему я не беру сейчас в счёт фильмы, почему я не беру в счёт музыку и так далее, потому что это всё, это сейчас стриминги. Музыка, ну у меня один трек есть на моём телефоне. На вот этом вот телефоне есть один трек, называется он BFG Division, и он у меня стоит на выходящем вызове. Когда мне звонят, играет вот этот трек. Всё. Ну и больше нету музыки. У меня даже в Spotify ни хрена просто, в загрузках нет. Ну всё в интернете. Если я хочу что-то посмотреть, у меня есть YouTube, у меня есть Netflix. Если вы любите смотреть фильмы, там есть другие онлайн кинотеатры, которыми можно пользоваться. Ну то есть, нету сейчас реально при развитии стриминговых сервисов надобности и смысла вообще в том, чтобы что-то откуда-то качать и закидывать себе на телефон. В этом нету толку. Поэтому 128 гигов на фотки, на видео, которые вы снимаете, вам хватит. Выскажитесь по плавности оболочки MIUI против OneUI и куплю себе самый плавный телефон на 120 Гц. Значит так, тут ситуация крайне сложная. Потому что, потому что при включении 60 Гц как по мне и MIUI и OneUI они как бы троллят покупателя и пытаются его соблазнить на переключение на 120 Гц, потому что телефоны что один, что другой такое ощущение, что вот принудительно их заставляет тормозить. Это есть и на Samsung, это есть и на Xiaomi. На Xiaomi заметно намного сильнее, как мне кажется, но тем не менее этот эффект на Samsung я тоже наблюдал. Вот. Если мы отодвигаем это в сторону, то я скажу так, MIUI это более плавная система, но OneUI более стабильная. То есть у меня мой телефон подлагивает очень часто и там есть некоторые проблемы в этом плане с ПО, но при этом каких-то кошмарных глюков и просто надоедающих постоянных глюков в этом телефоне по сути нет. В то время как в MIUI они есть, их довольно дофига. И, ну, те, которые конкретно на этом телефоне, которые я заметил, но я не пользовался им там месяцами, как своим основным телефоном, в отличие от Samsung. Вот, поэтому, может быть, если бы я юзал их где-то одинаково и одинаковый период времени, у меня бы был немного другой опыт использования, но те глюки, которые я увидел здесь, они, в принципе, не критичны, то есть, они не ломают ощущения от использования телефона, они просто, ну, чуть-чуть, как бы, портят общий его имидж, потому что телефон, который стоит так много, когда он выдает какие-то неприятные баги в прошивке, он уже тебе не кажется таким безупречным. Но, тем не менее, это не те глюки, что ты открыл камеру, у тебя телефон выключился, например, нет, такого тут я во всяком случае не наблюдал, поэтому с ними можно мириться, но, тем не менее, в плане отлаженности и баговый глюков, MIUI пока что, к сожалению, она от идеала, увы, далека. Нагрев в играх и при съемке видео, какого? В играх телефон становится заметно теплым при съемке видео, но если вы там три видоса подряд снимите максимальной длительности или четыре видоса, то есть там полчаса будете снимать видео там в 4К, в 8К, то телефон будет теплым, но не таким горячим, как если вы не таким теплым, горячее, это к нему не сильно относится, как если вы будете тоже время играть, допустим, в те же танки, танки его кочегарят сильнее, чем запись видео, но при этом, при том, что он нагревается, он не нагревается до каких-то неуменяемых температур, то есть я на нем играл, я помню, как-то, ну где-то час, и тем не менее, он после этого, ну просто тепленький был, то есть он не обжигал руку, его не было противно держать в руке, он не писал мне, пацан, я перегрелся, я тебе яркость понежу до 15%, чтобы мне чуть-чуть остыть, нет, не было этих проблем, он просто становился ощутимо теплым, то есть в этом плане, в плане менеджмента, скажем так, троттлинга, нагрева и так далее, мне этот телефон нравится, потому что, при том, что он и троттлит, когда на процессор, скажем так, подается максимальная нагрузка, в реальных задачах этот троттлинг не ощущается практически никогда, графика, в принципе, не сильно проседает по производительности, и он не сильно греется, ну то есть зашибись, я считаю, в этом плане они постарались, они сделали хорошо, молодцы, Xiaomi Mi 11 или OnePlus 8 Pro, что выбрать? Я бы на данный момент по экрану голосовал бы точно за Xiaomi, по железу, по тому, как его оптимизировали, голосовал бы за Xiaomi, по общему экспириенсу от использования, я все еще голосую за OnePlus, потому что софт там лучше, и он мне нравится суммарно больше, и при этом по дизайну, например, самого устройства у него нету каких-то вот таких вот странных факапов, скажем так, как здесь с сильно загнутым экраном, радиус загнутости которого он как бы по пропорциям, ну, не клеится как-то с формой корпуса и так далее, нету явного плагиата в дизайне, и ля-ля и тополя, то есть, по каким-то вот таким моментам мне OnePlus все еще нравится больше, но по ключевым характеристикам, как работа железа и экран, Mi 11 объективно лучше. Насколько сильно блок камеры выпирает над комплектным чехлом? Достаточно сильно, чтобы тереться об стол, поэтому я рекомендую к этому телефону, если вы сильно боитесь поцарапать стекло на основной камере, покупать чехольчик пожирнее, потому что с основного чехла он все-таки выступает, но во всяком случае его можно поцарапать при использовании комплектного чехла, который в принципе не фонтан. Ну и в этот момент грех не вспомнить про наших друзей звуки.com.ua, это магазин мобильных аксессуаров, и у них есть и чехлы для телефонов, и пленки, и стекла, и ремешки для часов, и чехлы для наушников, и много чего другого, короче говоря, много чего у них интересного, и нужного, и полезного каждому имеется, и естественно чехлы на Mi 11 у них есть, есть там и бронированные относительно, которые позволят сохранить вам внешность вашего устройства, если вы так сильно за нее переживаете. Ну и вопрос второй, если в стандартной звонилке запись звонков, тут звонилка от Google, в ней записи звонков по умолчанию нет, если вы подпишетесь на бета-тест новой звонилке, то у вас она появится, эта функция, но всех будут, будет робот предупреждать, что этот разговор записывается, и это в принципе правильно, и в большинстве стран это делать действительно надо, и те, кто просто шпионят за всеми, и записывают все подряд телефонные разговоры, чтобы свою барышню потом шантажировать, вот, то вы знаете, что в принципе телефонные разговоры между вами, их приватность, она защищается законами вашей страны, скорее всего, и поэтому я считаю, что Google сделали правильно, и я бы очень сильно хотел, чтобы все производители ПО, которые позволяют записывать разговоры, делали точно так же, вот, но это сделать можно, суть в том, к чему я это все рассказываю, без рут доступа, без установки индонезийской прошивки, еще там какой-то фигни, это сделать можно быстро и легко, там буквально 5-10 минут вся эта процедура регистрации в программе бета-теста занимает, насколько я знаю, вот, но тем не менее вы должны понимать, что собеседники разговоры, с которыми вы будете записывать, они явно об этом будут знать, и это правильно, и это законно. Смогли ли в ПО камеры? В принципе, да. Мне не нравится шумодав, мне он не нравится всегда, когда он есть, и когда он очень агрессивный, и поэтому тут ничего удивительного. Если вам нравится, когда картинка очень зализанная, чисто там нет шумов, то, как бы, это ваш бро, но мне это не сильно по душе. Видео 4К, сколько фпс тянет? 4К тянет 30 и 60 фпс, как долго ролик можно снимать, вылетает ли при этом приложение камеры? Приложение камеры не вылетает, а вот наша камера разрядилась, и поэтому я сейчас поменяю в ней аккумулятор, и мы вернемся к ответу на вопрос господина Антона Ковалевского. Я вернулся! Так вот, видео в 4К 30 фпс и 4К 60 фпс пишется 8 минут, в 8К оно пишется 6 минут. Приложение камеры после этого не вылетает, и на последних, ну, как я заметил, последние 30 секунд это точно происходит, выключается не прямой отсчет времени, а обратный, то есть камера, она как бы тебя сама предупреждает, что скоро она остановит запись видео, для того, чтобы ты мог, например, ее остановить в более удобный тебе момент и перезапустить, чтобы не было потом никаких там стыков, или не было упущен нужный момент при записи видео. Я считаю это достаточно простое, и при этом точно такое же гениальное решение, которое поможет потенциальному оператору, который снимает на этот телефон, не сделать какую-то глупость и не запороть удачный дубль. Поэтому это зашибись. Но, конечно, то, что есть ограничения на запись видео, это не очень хорошо, но мы это наблюдаем в очень многих телефонах. Как его камера на фоне OnePlus 8 Pro? Я скажу так, по сверхширику OnePlus точно этот телефон оставит позади. По фронталке, я так чувствую, Mi 11 лучше практически 100% инфа. По основной камере мне кажется все-таки затащить чуть-чуть OnePlus, потому что там не такой агрессивный шумодав, соответственно, больше деталей остается, особенно на дофига мегапиксельных кадрах. Там, по-моему, это 64 мегапикселей, если я ничего не путаю. Если путаю, то вы уже услышали звук ошибки Windows и увидели, сколько действительно там мегапикселей. Но суть в том, что там дофига мегапиксельные кадры, они действительно очень детальные. Здесь от 108 мегапиксельных фоток такого ощущения нет, потому что шумодав, я про это уже рассказывал. Мешает ли скругленный экран? А корпус скользкий? Корпус, конечно же, довольно скользкий, потому что матовое стекло, оно всегда скользкое, но сейчас, когда, допустим, в помещении довольно тепло, то телефон как бы в руке сидит более-менее надежно. А на улице, когда руки холодные, он выскальзывает из них, как мыло кусок просто. Вот, поэтому да, он довольно скользкий, как и все телефоны с матовым стеклом сзади, особенно в холодное время. года. Не мешает ли скругленный экран? Ну, в некоторых приложениях, в некоторых меню интерфейса, ну, вот оно чувствуется, что он, ну, слишком сильно скруглен. В танках тех же FPS вообще не видно, и меня лично, это как обзируна, которому надо знать FPS на телефоне, оно немного напрягает. но для реальных пользователей, я не уверен, что это многих будет беспокоить, хотя иногда действительно за этими метриками нужно наблюдать и за FPS, и за пингом, просто для того, чтобы понимать, у тебя телефон лагает, или это с сервером какие-то проблемы, или с интернетом, и так далее. Ну, вот, это важная метрика, но не критически, там, жизненно, прям, необходимая. Короче говоря, и это на самом-то деле проблемы танков, я про это говорил, по-моему, еще в распаковке, что разработчики ПО, они, как бы, такое ощущение не видят просто технику, на которой это ПО запускается и работает, и они не адаптируются. Может, это в каком-то другом видео было, но суть в том, что эту мысль я где-то, если я ничего не путаю, озвучивал. Здесь это тоже актуально, то есть, экран загнут, он загнут больше, чем у многих других, но, тем не менее, это не какая-то, прям, вау, новаторская фишка впервые на рынке. У всех сейчас загнутый экран, они не идеально прямоугольные, с острыми углами. Но, тем не менее, вот некоторые приложения к этому не особо адаптированы, и танки, к сожалению, являются одними из них. Это иногда чувствуется, иногда это мешает, но это скорее эстетический момент, чем функциональный. В большинстве случаев, ну, кроме танков, какая-то сверхважная информация там в углах не закрывается. Ну, зачастую не закрывается, скажем так. Интересно узнать, может ли этот телефон по КПД конкурировать стопами за эту цену? По соотношению фишки за деньги он точно всех рвет. По камере, видеоиграм, связям, ощущениям премиального аппарата в руки. Вот это интересно узнать, могут ли Xiaomi делать дорогие смартфоны, или это тот же Xiaomi, только на стройдах. Ну, вот честно, прошлое, прошлое Xiaomi, которые были типа как флагманские в рамках тех линейки, они флагманскими в целом, для меня почему-то не ощущались практически никогда, потому что ты берешь его в руку, вот он, с ним что-то не то. По-любому, ты ощущаешь какую-то вторичность дизайна. Здесь она ощущается больше визуально, потому что видно, кем они вдохновлялись, и непонятно, зачем они это делали, но тем не менее. Но при этом, вот благодаря одной банально фишке этого телефона, одной его особенности, для меня он на порядок, что ли, выше в моем личном рейтинге, чем предыдущие топы серии Mi 11. Я сейчас говорю про вот этот долбанный блок камеры. Кому-то он там не понравился, в комментариях нашлись люди, которым кажется, что он выглядит просто ужасно, кто-то к нему просто бесстрастно относится. Я считаю, что даже если это пускай, там не самое идеальное с эстетической точки зрения решение и так далее. Вот благодаря этому блоку можно, стоя там от человека или стоя, неважно, находясь от человека в 10 метрах, смотря, что у него в руках этот телефон, сразу сказать, вот, все, это Mi 11. Потому что только он так выглядит. Он выглядит благодаря вот этому блоку индивидуально. Раньше так не было. Ты берешь какой-то там Mi 9 условно, кладешь возле него какой-то Oppo, Realme, Redmi, еще что-нибудь, 15 телефонов разных раскладываешь. Если ты не гик, который вот четко знает, что вот такая переливашка есть у этого телефона, их еще и положить в каких-то нейтральных расцветках, ты хрен нас два угадаешь, кто из кто. Ну, то есть, заклеить еще логотипы точно не узнаешь, потому что везде одинаковая вот эта вертикальная камера, как на iPhone, она одинаковая у всех. Вот, теперь, наконец-то, Xiaomi сделали топ, ну, суб, топ, окей, хорошо, который выделяется из толпы благодаря своему дизайну, который можно узнать в этой толпе одинаковых телефонов. И поэтому, чисто благодаря вот этому нюансу, казалось бы, незначительному, этот телефон, он действительно сейчас ощущается как дорогая трубка, потому что его можно узнать. Раньше это были просто телефоны, просто с хорошим железом, просто за адекватные деньги. Комментарии, на которые я хотел дать ответы на этом, заканчиваются. В общем-то, на этом и у меня все, потому что больше мне про этот смартфон рассказать нечего, но если у вас остались по нему какие-то вопросы после просмотра обзора, на который я напоминаю, что ссылка есть в описании, и после просмотра этого видео то вы пишите в комментариях, я постараюсь не забыть эти комментарии почитать и на вопросы, на которые я смогу ответить, я отвечу. Я не обещаю, что я буду поддерживать комментарии бесконечно, но во всяком случае я постараюсь не забыть о них. Вот. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто видео лайкает, спасибо всем тем, кто делится этими видосами, и огромная благодарочка тем, кто решили поддержать нас монетой, вы видите перед собой список этих чудесных людей, если хотите приобщиться к патреон общине нашей, то линк опять-таки в описании есть, вы получите дополнительный контент, мы пишем подкасты еженедельные, некоторые внеочередные, когда у нас получается, мы общаемся с людьми в дискорде, иногда у нас выходят еще и видосы дополнительные в рамках доп-контента, и, короче говоря, там тепло, лампово в дискорде и классно, и вообще, ссылка на патреон есть в описании, до новых встреч, пока.